Валерий Курас Дорогие мои дамы и господа, ровно сто лет тому назад, в конце 19 века, в самом центре старой Москвы, на Сретенке, в семье Комева и Жора родился человек, которому суждено было стать волшебником 20 века. Да, именно так называли его в Токио и Лондоне, в Топенгагене и Варшаве, в Ленинграде и Москве. Его звали Эмиль Теодорович Кио. Он прожил редкую жизнь в искусстве, поскольку никогда не имел конкуренции. В свыше 70 лет его короткое броское имя всегда ассоциировалось с понятием «чудо». И вот сегодня, на манеже Большого Московского цирка, праздная 100-летний юбилей со дня рождения великого артиста, Отдавая дань уважения и признательности его искусству, Друзья и соратники, ученики и последователи, и мы, его сыновья, С любовью и преклонением посвящаем мастеру наше магическое галло-представление. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Внимание! Феноменальный трюк! Итак, раз, два, три! Субтитры делал DimaTorzok Это что, весь трюк? Нет, это половина трюка, а вторая половина за тобой. Ну, феноменальный трюк я не обещаю, но удивительный, во всяком случае, такой трюк, который, ну, никто из присутствующих, я надеюсь, не ожидает. Я постараюсь обеспечить. Итак, внимание! Раз, два, три! Юрий Владимирович, ваше появление одно из главных и приятных чудес нашего сегодняшнего вечера. Добрый вечер! Сначала я хочу поцеловать братьев. Я счастлив, что я выхожу один из первых в такой праздничный день, такой торжественный день для нас. И я еще более счастлив, что братья меня не раздели вместе с девочками. Сегодня сто лет Эмилию Теодоровичу Киева. Сто лет это много и это мало, потому что много в этом зале сидит людей, я их вижу, которые застали Эмилию Теодоровичу в полном расцвете, а многие с ним работали, когда меня накрыли этим балдахином, я сразу вспомнил 25-летней давности эпизод, когда я первый раз, молодой клоун, участвовал в одном из аппаратов Эмилия Теодоровича. Что я хочу сказать? Разговоров не будем вести больших. Мы не в думе, мы сидим в прекрасном цирке. Сегодня юбилей Киева. Будет прекрасное представление. Я хочу сказать, что Эмилия Теодоровича Киева, большой артист цирка, вечно будет жить в наших сердцах. И мы будем еще, многие из нас будут следующий юбилей отмечать. И мы будем радоваться, смотреть, как будут работать здесь новые поколения. Да здравствуют самые главные люди нашего искусства, артисты цирка. Спасибо, Игорь Владимирович. Спасибо, дорогие. Мне доставляет большое удовольствие представить вам замечательных артистов, которых я знаю, мы знаем практически всю свою жизнь. Это артисты, которые работали в самых разных жанрах, были замечательными воздушными гимнастами, акробатами, жонглерами. И вот уже много лет они по праву занимают положение иллюзионистов экстра-класса. Итак, дамы и господа, Людмила и Юрий Аверина. Спасибо, Игорь Владимирович. Игорь Владимирович. Игорь Владимирович. КОНЕЦ Я с удовольствием представляю вас, наших клоунов, это не просто клоуны, это искусственные резонисты, вы убедитесь в этом. Александр Диаманди, Юрий Ермаченко, прошу. КОНЕЦ Я думаю, что в появлении красивой женщины на арене цирка ничего удивительного нет. Появление двух красивых женщин тоже не фокус. Но, если они абсолютно одинаковы и при этом еще хорошо поют, в этом уже есть нечто магическое. Итак, сестры Татьяна и Елена Зайцевы. Татьяна и Елена Зайцева Татьяна и Елена Зайцева Татьяна и Елена Зайцева Татьяна и Елена Зайцева С тобой, что им выпал, счастливый расклад, Случайная встреча, непрошенный взгляд. Ты грешник, ты просто прохожий топель, Сквозь горе и радости дуя к тебе. Я знаю, как долго тебя я ждала, Встреча с тобой не случайной была. Кончится вечер, расплавятся свечи, Лягут на плечи случайные встречи, Хвастаться нечем, думать себя нечем. В жизни не только случайные встречи, Кончится вечер, расплавятся свечи, Лягут на плечи случайные встречи, Хвастаться нечем, думать себя нечем. В жизни не только случайные встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Артист, которого я сейчас хочу вам представить, прошел большой путь от рядового ассистента нашего отца до заслуженного артиста России. Итак, Юрий Писаренко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорогие друзья, нам очень приятно, что сегодня на нашем праздничном представлении присутствует много, прежде всего, ветеранов нашего цирка, много артистов, которые долгие годы работали вместе с нашим отцом. Нам хочется от души их приветствовать. Нам очень приятно. Спасибо, что вы пришли. Ну, всех ветеранов. Мне хочется поприветствовать и преподнести цветы нашей главной героини в прямом и в официальном смысле, нашей вечно юной и очаровательной Ирине Николаевне Бугримовой. Пожалуйста, поприветствуем ее. АПЛОДИСМЕНТЫ Ирина Николаевна, вам цветы. Спасибо, дорогая, что вы пришли. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне хочется сказать, во-первых, пару слов, поскольку у нас сегодня такой теплый, необычный вечер. Добрые слова в адрес людей, которые помогали делать сегодняшний спектакль. Это постановочная группа наша, режиссер из Сочи, Ефим Карпманский, художник Петр Гисон, композитор Юрий Саульский, поэт Леонид Куксо. О, большое им спасибо, писатель Аркадий Арканов, который помогал. Вот, кстати, Аркадий Михайлович, мы вас приветствуем, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Кстати, рядом с Аркадьем Михайловичем сидит наша очаровательная звезда нашего кино Ольга Кабо. Мы вас приветствуем, Ольга, спасибо, что вы пришли. Спасибо. Спасибо. И я с удовольствием объявляю следующий номер следующего артиста. Маг, чародей, которому всегда и везде рады. Ну, а мы сегодня тем более. Лев Лещенко. АПЛОДИСМЕНТЫ В тихом городе на крайне Так дурманила тишина А в садах сирень очень ранее А в реке не тонет луна А за старою голубятнею Целовались мы с тобой И с любовью необъятною Обнимал тебя сам не свой Ах, окраина, ты окраина Бери улочки и мостки Ах, окраина, сердце ранено Разрывается от тоски А на празднички На престольные Церковь бегали мы тайком И старушечки богомольные Нескаколанились за углом Так куда же все это кануло Чья законная ты жена В тихом городе на окраине Так дурманила тишина В тихом городе на окраине Так дурманила тишина Ах, окраина, ты окраина В переулочки и мостки Ах, окраина, сердце ранено Разрывается от тоски Ах, окраина, ты окраина В переулочки и мостки Ах, окраина, сердце ранено Разрывается от тоски Ах, окраина и окраина Переулочки и мостки Ах, окраина, сердце ранено Разрывается от тоски Ах, окраина, ты окраина Переулочки и мостки Ах, окраина, сердце ранено Разрывается от тоски Ах, окраина, сердце ранено И поэтому я его с удовольствием приглашаю вот сейчас на сцену Вы будьте внимательны Не отвлекайтесь, смотрите за тем, что он делает Потому что надо смотреть внимательно и думать Может быть, тогда вместе разберемся Юрий Горный Юрий Горный просит трех-четырех зрителей Выйти в манеж и быть его помощниками Пожалуйста, здесь на манеже вам предложены две доски С одной стороны и с другой Пожалуйста, желающие зрители, спуститесь вниз И нарисуйте любые символы, формулы, слова, простейшие рисунки Все что угодно на одной из досок А потом Юрий Горный путем кожного зрения определит, что вы нарисовали Прошу, смелее Информация нарисована? Да, информация готова, пожалуйста, вот на правой доске На правой доске, да? Да Так Пожалуйста, просят помощников убрать, чтобы не видно зрителям Субтитры создавал DimaTorzok Готово? Искусство Хио, несомненно, с нами Пускай у нас забот, житейство, груда Давайте восхищаться чудесами И в этих трудных буднях верить чудо В старину в цирке славились два клоуна Одного из них звали Бим, второго Бом Ансамбль, который я сейчас хочу вам представить Объединил эти два имени И перешел из цирка на эстраду Итак, ансамбль Бим Бом Музыка 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 Продолжение следует... 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 Это сюрпризом, фокусом своего рода. Дело в том, что с одной стороны он иностранец, но с другой стороны в искусстве не существует границ, поэтому мы его любили, любим и будем любить. Ну а если говорить формально, то будем воспринимать его послом солнечной Грузии на нашем празднике. Вахтанг Кикабидзе! 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 В связи с этого номера мне нужны два помощника, поэтому я приглашаю двух желающих. Пожалуйста, взрослые, взрослые. Нет-нет, ребята, взрослые. Вот вы, пожалуйста. А, вот как раз, да-да-да-да-да-да. Портрет, Ольга, ваш портрет. Видите, интересно. Пожалуйста, за руки возьмите, Ольга. А по моей команде я попрошу вас вывести ее вперед. Хорошо? Только не спешите. Не спешите. Итак, внимание. Раз. Два. Три. Аркадий Михайлович, вы мне весь фокус испортили. Спасибо, Игорь. Спасибо вам. Дело в том, что благодаря этому странному фокусу я сыграл из ящика, а не в ящик. Так что спасибо за это чудо, Игорю. Ну, а если говорить серьезно, то, конечно, самые большие чудеса преподносят нам наши дети. И вот у меня есть сын, который учится в третьем классе. И вот совсем недавно учительница меня вызвала в школу и сказала, «Посмотрите, какой у вас талантливый мальчик, какой он грамотный, какой он воспитанный, какой он замечательный, написал сочинение. Прочитайте это сочинение, мне тоже будет приятно». Я взял сочинение и начал читать. Мой выходной день – сочинение. В субботу после школы мы всей семьей играли в дурака. Мама осталась восемь раз. Я – двенадцать, дедушка – тридцать шесть, папа – шестьдесят два. А потом я лег спать, потому что было уже поздно – четыре часа ночи. Проснулся я в воскресенье в три часа дня и сразу начал будить папу. Папу разбудил в половине шестого, и мы вместе начали будить маму. маму разбудили в девять часов вечера и сразу сели завтракать, а заодно заобедать и ужинать. А потом я лег спать, чтобы не проспать школу. А дедушка у нас старенький, поэтому он спал до понедельника. «Ну что, скажете? Ну а что могу сказать?» – сказал я. «Разве можно так писать? Посмотрите, что он написал – завтрикать». Но все остальное правильно. «Зато у вашего мальчика потрясающие математические способности. В пятницу на уроке математики я попросил ребят составить самостоятельные задачи на тему круглых чисел. Ваш мальчик составил удивительную задачу, я сама до сих пор не могу ее решить. Может быть, вы поможете разобраться». Я прочитал эту задачу. Задача. На мое день рождения «Папа принял 400». «Николай Степанович – 550». «Елена Георгиевна – 700». «А дедушка – чекушку». «Ему больше нельзя, у него язва». «Вопрос – сколько принял товарищ Ерохин, если папа отрубился в час ночи?» «Николай Степанович – 2 часа ночи». «Елена Георгиевна – вообще не отрубалась». «А товарищ Ерохин подрался с дедушкой». «Ну, а это вообще безобразие», – сказал я. «Кто же это пишет на мое день рождения вместе?» «Что, это средний род, что ли?» «Не знаю. Зато у вашего мальчика еще феноменальный музыкальный слух, вкус и голос». Она протянула мне эти слова, и я запел. «Октябрятская». «Сексуальная». «Как-то на лишной опушке клеить стал орел кукушку. Шуры-муры тролливали, ночка темная была. Долго после у юнатов, к изумлению всех ребятов, Вылуплялись в гнездах кукушата с клювами, как у орла. Откуда это у него?» – спросил Вера Сергеевна. «Это от бабушки», – сказал я. «Когда он был маленький, она ему колыбельное пела». Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Для демонстрации этого номера мне необходимы, вернее нам необходимы, потому что мы будем этот номер показывать семилям вдвоем. В последний раз вдвоем мы показывали фокусы 30 с лишним лет назад. Попробуем, как сейчас получится. Для демонстрации этого номера нам нужны два помощника. Мужчины, взрослые, пожалуйста, пожалуйста, не бойтесь. Очень хорошо, спасибо. Значит, мы просим вас о следующем. Когда я окажусь в этом мешке, вы затяните его веревкой и завяжите любым узлом, каким вы хотите. А когда я окажусь в сундуке, пожалуйста, дай мне туда микрофон. Дополнительный микрофон, чтобы я мог из сундука подавать свои дальнейшие команды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, пожалуйста, закройте сундук. Благодарю вас. Пожалуйста, закройте замки, тщательно закройте. Ключами, как полагается, чтобы я никуда не убежал, чтобы сундук был закрыт как следует. Итак, внимание. Раз, два, три. Благодарю вас. Спасибо. Благодарю вас. Спасибо. Благодарю вас. Спасибо. Благодарю вас. Спасибо. Продолжение следует... Сейчас вы увидите номер, классический иллюзионный номер, который, на мой взгляд, явился самым эффектным, зрелищным номером из репертуара, богатого репертуара нашего отца. Недаром этот номер до сих пор в наших программах и зрители с удовольствием смотрят, как это происходит. Номер этот называется «Сожжение женщины». Когда нашего отца спрашивали, в чем секрет этого номера, он никогда не делал из-за этого секрета, большого секрета. Он всегда честно говорил, что, мол, ничего особенного здесь нет, просто я располагаю достаточным количеством женщин, чтобы сжигать каждый вечер новую. Итак, классический иллюзионный номер «Сжигание». КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Итак, правнук, правнук волшебника 20 века, потенциальный волшебник 21 века, Игорь Кио! Дима Торзок 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 Продолжение следует...